В эфире программа «Тема часа» и, как видите, мы сегодня находимся не в студии, а вот что мы тут делаем и с каким коллективом мы это делаем, нам расскажет наш гость Алексей Александрович. Здравствуйте! Добрый день! Мы сегодня находимся на площадке нашего экспериментального кольца в НИИШТ, где проходят основные испытания элементов инфраструктуры и подвижного состава. Сегодня мы собрались не просто так. У нас очередная встреча молодых ученых холдинга. Здесь присутствуют представители четырех научно-исследовательских институтов в НИИШТ, в НИКТИ и ЭРТ и всех ПКБ российских железных дорог. Это вторая наша встреча. Мы обсуждаем те цели и задачи, которые мы запланировали на текущий календарный год и на дальнейшую перспективу и определяем основные векторы, в рамках которых будем жить в ближайшее время. Правильно я понимаю, что вы ребят собрали для того, чтобы в реальных условиях показать, как производятся испытания, как работают ваши специалисты, чтобы они из кабинетов увидели наглядно свою работу? Ну да, конечно, потому что это впервые на площадке Кольца мы приводим такой контингент. Они, безусловно, все ученые и в теории, наверное, представляют, как выглядит то или иное испытание в натуре, что называется. Но физически многие из них первый раз на площадках нашего института. Поэтому одна из задач — это не только познакомить с нашими испытательными объектами, но и познакомиться друг с другом, провести какие-то командообразующие мероприятия и, собственно говоря, посмотреть, как испытания в России проходят по-настоящему, а не только в кабинетах. Вы знаете, мы пообщались с ребятами, их впечатлило то, что они увидели, но самым главным моментом они отмечали, что действительно здесь они познакомились со многими. Ну, как вы знаете, сейчас формируется Совет молодых ученых РЖД. Вот, можно сказать, мы стоим у основ зарождения этой организации. Поэтому, думаю, для дальнейших контактов это очень полезно. Вот непосредственно мы были ранее в предыдущем цеху, где испытывали литые детали тележи грузовых вагонов. Вот как раз моя работа именно и связана с этим. Вот поэтому очень интересно посмотреть. Ну, мы на самом деле находимся только в начале нашего пути и, повторюсь, сегодня мы должны выйти с основной договоренностью по тому, ради чего будет наше сообщество существовать, в каком формате. Собственно говоря, это является основной целью обсудить, для чего нам нужно собираться, какие цели реализовывать. Я сегодняшнее выступление начал с отсылки на указ президента Российской Федерации, который объявил в прошлом году десятилетие науки в России. Собственно говоря, в рамках данной работы мы подписали меморандум, который также определяет основные вехи развития. И там большая часть посвящена тому, что молодежь, научная молодежь РЖД, должна сыграть большую роль в рамках этих мероприятий, в рамках мероприятий по импортозамещению. Собственно говоря, мы считаем, что эта площадка станет одной из основных для реализации таких глобальных задач. — Площадка, вы имеете в виду Совет молодых ученых? — Да, 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 Совет молодых ученых. Он юридически пока не оформлен, мы только в начале пути, но планируем сделать это в ближайшее время, придать ей официальный статус. — А вот это мероприятие, экскурсия, давайте так расскажем, как она происходила, что показывали ребятам, молодым ученым? — Да. Значит, кроме общей информации об институте, мы попытались провести экскурсии для молодых ученых холдинга по всем основным испытательным лабораториям, посмотреть, что они себе представляют. И, собственно говоря, в итоге прокатиться на экспериментальном кольце и посмотреть, что 91 год не зря здесь проходит испытание основной подвижной состав, который потом эксплуатируется на линиях общего пользования. Субтитры подогнал «Симон» — Телезрителям важно понимать, что мы с вами сейчас едем на экспериментальном кольце. — Абсолютно верно. Это крупнейший, один из самых старейших в Европе полигон, где проходят испытания все элементы инфраструктуры, весь основной подвижной состав. Все, что потом мы используем с удовольствием, перед тем, как быть допущенным, проходят здесь разрешительные испытания. — Я пообщалась и с участниками, и с теми, кто организовывал. Давайте послушаем, что они говорили. — У меня связь с молодежью, если так можно назвать. Ну как, люди 30-32 года, незащищенные тем более, какими-то диссертациями, это и есть молодежь. Вот. То я помогаю им, я сотрудничаю с ними вот уже много-много-много лет. — По вашему ощущению, у них глаза горят? — Я стараюсь найти, по крайней мере, таких. Если они горят, зачем мне они нужны? — Алексей Александрович, вот эта встреча, ведь не только молодых ученых здесь происходит. Здесь происходит встреча молодых кадров и опытных сотрудников. И такой диалог, насколько он важен. Насколько вы видите в нем важность? — Сегодня была встреча с создающимся рельсовиком, кандидатом технических наук Рейхардом Владимиром Александровичем. Мы считаем, что подобные мероприятия должны носить системный характер. В нашем институте большое количество ученых с ученой степенью и кандидатов, и доктора наук. Я думаю, что это, безусловно, важный момент для передачи практического опыта для молодого поколения. Мы надеемся, мы не ограничимся встречами с учеными только на нашей площадке. Обязательно будем обращаться к коллегами из научно-отраслевого комплекса, чтобы их выдающиеся научные сотрудники также поделились своим опытом, потому что это один из самых эффективных инструментов по передаче знания и опыта коллегам. А вообще, если говорить о таких экскурсиях, как часто они проводятся, но непонятно, что мы сегодня с молодыми учеными второй раз встречаемся, но тем не менее для других категорий железнодорожников? Очень часто проводится. Это один из основных элементов адаптации, с одной стороны, для вновь пришедших сотрудников в наш институт, а с другой стороны, данный инструмент используется для привлечения молодых специалистов. Это для студентов МИИТа в первую очередь, потому что МИИТа — это основной поставщик кадров. Более 80% сотрудников нашего института являются выпускниками МИИТа, поэтому мы вступаем в кооперацию с основными институтами МИИТа и организуем подобного рода экскурсии на наших площадках, в том числе на экспериментальном кольце, для студентов старшего курса. То есть это такой стандартный для нас элемент привлечения молодежи. Вы не так давно были в гостях в студии РЖД-ТВ. Вы с моим коллегой говорили о Совете молодых ученых РЖД. И я вижу, как вы этим горите. Что для вас это значит, Совет? Ну, это очень важный инструмент. Я считаю, что это то, чего на сегодняшний момент не хватает, потому что та гигантская работа с молодежью, которая проводится в холдинге, на сегодняшний момент, ну, если почти не касается сотрудников категории наука. А это большой контингент, большой пласт. И мы хотим, используя данный инструмент, решать проблему, в первую очередь, информационного голода, потому что мы часто можем быть не вовлечены в какие-то процессы, слеты, иные молодежные мероприятия, с одной стороны. С другой стороны, через этот инструмент также вовлекать молодых сотрудников в блок наука, потому что не секрет, что специалист может не иметь ученую степень, но он может иметь какие-то предрасположенности к тому, чтобы относиться к категории научного сотрудника, заниматься публикационной активностью, преподавать в ВУЗе. И все эти основания могут повлиять на, скажем, корректировку его жизненного пути. Участвуя в наших программах, он может до конца для себя принять решение и выбрать путь научного сотрудника, например, в одном из научно-исследовательских институтов холдинга. — Ну, я надеюсь, на следующее мероприятие вы нас обязательно пригласите, и мы будем общаться с нашими молодыми учеными. Огромное вам спасибо. Но в завершение я бы хотела сказать об атмосфере этого мероприятия. Что ощущаете вы лично, как организатор? — Ну, я могу сказать, что ощущаю общую вовлеченность. По сравнению с, как я сказал, подобного рода мероприятием, здесь люди не посторонние, у них, безусловно, особый склад ума, особый творческий интерес, и видно то, о чем мы рассказываем, и с теми испытаниями, с которыми знакомы, людям это интересно. И многие из них в теории знакомы с тем, с чем они сегодня познакомились на практике. Поэтому интерес огромный, вовлеченность огромная. Я думаю, желание продолжать тоже присутствует как у нас, так и у тех коллег, которые сегодня участвуют в нашем мероприятии. — Алексей Александрович, огромное вам спасибо. Только вперед, только успехов, и обязательно нас приглашайте. — Спасибо. Ждем вас в гости на наших мероприятиях. — Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова